Всем привет, друзья! Вы на канале Андрей Кузнецов на воде. Меня зовут Сергей, и это заключительная серия нашего перехода Сочи-Санкт-Петербург. Приятного просмотра! Не звучу. Короче, предупрежден, вооружен. Еще пару секунд, и я ничего не буду видеть. Где стоит на заправке? Вы вообще охренели, у нас лицензию отнимут. Да как так вообще? Это вообще просто лес какой-то. Да не все там алкаши плывут и бухают. Давай, давай. Давай, нравится тебе, нравится. Друзья, это финальная серия нашего перехода, а у нас в Питере уже сентябрь. Посмотрите, как я одет. Это пуховик, кофта. Наша переменчивая питерская погода не дает расслабиться. Буквально с утра был дубак, сейчас вышло солнце, мы все поснимали куртки. И, конечно же, они нам могут сейчас опять пригодиться. Так что сезон у нас уже заканчивается, и в этой серии мы как бы подведем итоги и перехода, и нашего питерского сезона. Такого короткого, но такого прекрасного. В прошлогоднем переходе из Санкт-Петербурга в Сочи мы делали отдельную серию с подведением итогов. А здесь мы такого делать не будем. Мы прямо в эту серию интегрируем все наши впечатления, комментарии и эмоции, которые доставило нам это путешествие. Друзья, есть такой момент, что некоторые под комментариями пишут в комментариях, что ребята, будете проходить там Самару. Мы это уже давным-давно прошли, конечно же. Сейчас сентябрь, а мы пришли в Питер уже в июне. Просто видео выходит с задержкой. А всю актуальную информацию вы можете посмотреть. Мой инстаграм на волне. Это самый главный наш инстаграм Ака на воде. Инстаграм Голодный продакшн. Инстаграм Рустама. Инстаграм Левы. В общем, подпишитесь на эти инстаграмы, все ссылочки будут внизу. И если вы хотите актуальную информацию, она будет именно там. Тебе придется дернуть. Серега, а это тот самый пиздюк, который был с нами? Нет, это другой. Это немножко другой, его можно понять вот по этой белой раме. Он зато легкий, ездит быстро, но зато здесь кайф. Ты подвинулся как тебе надо, откинулся вот так вот. Ай, можно рулить ногой. Вот этот переход, конечно, намного поприкольнее получился, чем из Питера в Сочи. Потому что там был дубак, ну и мы там с Дэном там ругались. Ну как-то так, он какой-то напряжный весь был. А значит, обратно было просто кайф. Мы много раз рулили с Флайбриджа, когда просто жара. И сидишь, нажимаешь кнопочки автопилота влево-вправо и едешь по речушкам. Блин, это такой кайф. Надо ехать такие путешествия только в хорошую погоду. В плохую погоду не ездите в такие путешествия. Это совсем неинтересно. Ветер, вон боковая волна, блин. Да, здесь боковая. Он дал в виду вот это. А, когда вышиваю и уйдем. Ну здесь-то тоже нормальный такой участок. Сколько, 50%? Да, наверное, там вон. Ну, короче, 155 км. Вот наш путь, нам надо пройти. Рыбинское водохранилище. 155 км. Отсюда досюда. То есть все по центру прямо. Вот, мы что стояли-то? Потому что, видите, какая там фигня? Вот оно водохранилище. У нас прям совсем боковая волна получается. И вот сейчас самое затишье. Видите, 5, 7, 5, 7. А завтра до 11 метров в секунду. Порывы все те же, те же. Вон, видите, как будет. И вчера то же самое было. Короче, нам надо было стоять еще два дня по вчерашнему прогнозу. А сегодня прогноз раз к вечеру. Вчера изменился. Вроде как вот так. И сегодня он подтвердился. Все, мы встали и вышли. Но ждем боковой волны. И мы провели тренировку по спасению команды. Что нужно делать? Где лежат спас-жилеты? Перед выходом вот в это вот и хранились. Как хватать? Где спас-жилет? Как его застегивать правильно? Не дай бог там. Короче, предупрежден, вооружен. Мы готовимся. Мы теперь знаем, как открывается спасательный плод. И у нас есть 4 жилета на 5 пассажиров. Серега, у нас есть спасательный плод? Да, у нас есть спасательный плод. Где он? Наверху. В общем, у нас жилеты-то жилеты есть. Ну, а, во-первых, мы одевать их. Как оказалось, часть команды не умеет их одевать быстро. Не понимает, как быстро одеть. Поэтому мы потренируемся сейчас. И они не все подготовлены. Например, свистушка просто болтается. А должен быть привязан. Потому что когда ты обессиленный, охреневший, вот такими волнами, ты его там выплевываешь и теряешь. И у всех должны быть паховые такие специальные третьи веревки. Потому что когда ты нарежешь жилет, ход весь уходит вверх. Дима, на ищу жилеты с какой-то вот застежкой, чтобы вот так вот было. Таких пока нет. Ну, раз уж система зашла о безопасности, нам надо знать еще какие-то штуки. Ну, во-первых, надо знать, где огнетушители, уметь ими пользоваться. Не просто, блин, огнетушитель, огонь горит, как им там. Автоматическая система пожаротушения есть у нас. Я могу отсюда затушить. Да, это в моторке находится. И в моторке, и в генераторном отсеке. Я отобрал и подготовил пять энергичных жилетов. Проверил все системы. Все карабины рабочие. Паховые крепления работают. Самое важное, паховые крепления. Ну, смотри, закреплено. Да, и офигенно. Ты такой, ля-ля-ля-ля-ля, приезжай за мной, вертолет МЧС. За моей спиной вы можете наблюдать спасательный плод. Это спасательный плод. Плод для спасения. Короче, здесь скидываешь карабины, скидываешь их нахер. Все, они нужны. Здесь, вот здесь есть вот такая вот веревочка. Веревочка. И она уходит туда. Все, все. Ты что с ней делать-то? Ну, ее либо дергаешь, либо привязываешь и кидаешь нахер плод. Все, он ее разрывает нахрен. Разрывает, он надувается. По идее, должно быть все так. Кстати, обратите внимание, то, что волны нету. Вообще, сколько это? 0,4. Но нас колбасит так, что нормально так колбасит, короче. По поводу Риббинского хранилища. В итоге опасения были напрасны, получается. Слушайте, да, вот такая вот фигня. Во-первых, я сам долго не мог принять решение. Ехать, не ехать. Шторм, не шторм. Непонятно. У Димона одно показывает, ну, сильный ветер. У меня другой, тоже сильный, но другой. У Бориса, где-то он там показал ему, что совсем нет ветра. Я с Борисом спорю, там, блин, Борис, там, мы, капитаны, вообще, отстань ты от нас и не диктуй нам, куда ехать и когда. Потому что мы там за всех отвечаем. Значит, но в итоге, блин, он оказался прав. И мы поехали, ну, практически по идеальному водохранилищу. Вообще, нормальные капитаны давлению никакому не поддаются. Но поскольку я не суперопытный капитан, вот, поэтому я там взвешивал желание команды, взвешивал там, насколько безопасно, насколько небезопасно. По идее, я должен был сказать, нет, не идем, и вообще, я вас не слушаю, и можете даже не говорить мне, там, идти нам или не идти. В общем, мы вышли, наконец-то, в Рыбинское водохранилище. Пока штормика нету, но очень интересная история о Рыбинском водохранилище. Затопило много деревень, и вот Серега сейчас скачал на Samsung какой-то приложук прикольный. Ветус Мэп. Который может одну карту совместить с другой, ребят. Вот, Серега, расскажи, что там. Мы идем по Рыбинскому водохранилищу, и смотрите, как здесь было раньше. Это 1790 года, карта. Это прямо нормальные деревни, вот он город Малога. Малога прошли, да, как раз? Да, город Малога, мы по нему прошли. То есть, вот такие вот старые карты, и мы сейчас идем прямо вот под старое русло, а мы сейчас прямо так и идем. То есть, здесь затоплено много-много деревень, сколько там, 600 типа, да? Очень много, да, там. На самом деле, это не единственная история таких затопленных мест. Даже около нашей Самары, любимой, родной, раньше был город Ставрополь на Волге, который также затопили, и, собственно говоря, вместо него образовали потом Тольятти. Ну да, это все нужно было, чтобы судоходство во всей, чтобы соединить разные бассейны. Ну, плюс энергия, электрический газ. Да, 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 развитие. Всего-то 50 лет назад это произошло, ну, 70. Обожаю, когда солнце просто рубит мои глаза. Я смотрю вон туда и понимаю, что все, еще пару секунд, и я ничего не буду видеть. Пошел я собирать. Субтитры сделал DimaTorzok Мы сейчас швартуемся за этой яхтой, и нас так и вызывает по рации кто-то. Нотология моторной яхты. Нотология, да? Да, и я сначала не понял, что это нас вызывает эта яхта. Он говорит, ну, говорит, давайте я подвинуть. Вы пока не швартуйтесь, я подвинуть, и вы пришвартуйтесь, и спокойствуйтесь. Так, Череповец. Здесь ночуем. Завтра утром экскурсия по городу. С помощью нашего партнера Нотологии. Нас встретит прекрасный человек. Так Нотология или Нотология? Нотология. Потом сразу в обед будем отправляться дальше, дальше, дальше. Нам нужно ехать еще впереди. Ладога, Онега и 10 или сколько-то шлюзов. Ты уже это как-то неэнергично выглядишь и говоришь. Устал? Ну, если верить моим смарт-девайсу, то сегодня уже один месяц и один день, как мы плывем. Вот, как я выпал из дома в Сочи. Итак, ответ, ты подустал. Я немного, конечно, уже подустал, да. Вот, хочется как-то взбодриться. Ну, ты можешь Череповец тебя взбодрить? Череповец однозначно может меня взбодрить. Вообще тяжело было, вот в этот раз, в коллективе, вместе идти всю дорогу. Слушай, нет, нормально. Типа больше людей было, чем в прошлый раз гораздо. Да, людей больше, но парни-то все нормальные, веселые. В своей сфере они все-таки все специалисты, есть о чем поболтать. Ну, в общем, интересно было. Конечно, за это время мы там познакомились нормально уже друг с другом. Все прям разузнали, кто чем занимается, как там. Ну, интересно, я это очень люблю. Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, мы находимся в Череповце, центральная улица. Рядом со мной памятник предпринимателям. Ведь именно на предпринимателях, друзья, держится не только Череповец, но и в целом на малом, среднем, микробизнесе держится вся наша большая страна, держится весь мир. И вот Череповец тому доказательство. Здесь промышленная зона, она размерами практически такая же, как весь город. Целый огромный промышленный кластер. Так вот, местные предприниматели и бизнесмены решили поставить вот такой вот интересный памятник предпринимателю и написать 7 заповедей того, как должен жить предприниматель. Я прочитаю одну из них. Будь честен и правдив. Честность и правдивость. Фундамент предпринимательства. Предпосылка здоровой прибыли и гармоничных отношений в делах. Проект «Это все Россия» на 100% согласен с этими словами. Поэтому, друзья, всем вам привет из Череповца. Приезжайте посмотреть, погостить, а возможно и поработать. Продолжение следует. Продолжение следует... А вы откуда куда идете, напомните? Мы вообще с Амстердама идем. У нас в Пантемию попали и сейчас в Черное море, а цель Турция. Здорово. Интересный маршрут. А мы из Сочи в Питер. Как, я думаю, вы знаете. Да, ну, поднимайся, следим за вас. Походу. Здорово. Из трех пути. Они вышли из Питера, писали нам, вот идут к нам навстречу, прикольно. Они сказали из Амстердама. Из Амстердама. Из Амстердама. Да, может быть, изначально она из Амстердама, да. Ребята, с яхты Арго нас предупредили, что они будут идти и их предупредили. То есть мы знали, что мы где-то здесь встретимся. И тут я из-за поворота, значит, вижу, кидаю, вот муж левый. И по рации там, да, яхты левыми в мартаминку, да, да, левыми. Я говорю, а вы Арго? Он говорит, ну да. А вы типа, да, Лео? А мы такие, да. Я такие, зашибись. Рассказали нам небольшую историю, как они попали в карантин и идут из Амстердама в Турцию. Вы представляете, какой из Амстердама в Турцию. Вот это да, вот это серьезный маршрут. У нас тоже серьезный маршрут. Навальный ветер. Навальный. И нет заявки на шлюзование. Да, у нас нет заявки на шлюзование. Почему-то опять какая-то несраспутка получилась, мы не понимаем опять, почему. Сейчас будем звонить Олегу, но диспетчера бы ему просили, сказали, слушайте, ну мы идем к Само-Сочи уже, дайте, чтобы очередь нам не терять, мы же ждали. Они говорят, хорошо, ладно, прошлюзуйте здесь, но потом решайте вопрос в следующий шлюз. Мы вас уже не пустим, если не будет всяких подтверждений. Надеемся, Олег сейчас разрулит ситуацию. А нет, надо. Это город Шексна. Мы сейчас сюда пристанем, сюда приезжает дядька, который привозит солярку. Ребята, это город Шексна, а это Владимир, он местный. Если у кого-то какие-то проблемы с бензином будут или с соляркой, Володя вам всегда помогает. Володя нам рассказал очень одну интересную легенду. Вот видите, на нашем фоне вот там вот церковь, это храм. Что это такое, Володь? Ну, это храм Благовещения, он в 1812 году был уже освящен. Но самое главное, что легенда, которая около него живет, что загаданные около него при касании к храму желания сбываются. Ну, я проверял, это факт, подтвержденный мной. Тот фильм, который вы видели, наверное, Балабанова, режиссера, который называется сейчас в интернете «Я тоже хочу», он достоин как раз этой легенды и то, что здесь происходило при съемке. Очередная мистика была, конечно, после съемки, когда Балабанов умер на 40-й день, колокольня на этой церкви рухнула. В 1812 году она была уже освящена. Два века, больше двух веков. Да, восстанавливать ее, значит, тут была комиссия в связи с тем, что, первое, нет прихода. Ну, здесь вот судовой ход, и поэтому мост не построить. Значит, только лодки. Ну, и, соответственно, малая территория около нее, и, соответственно, достаточно большое разрушение. Так что сейчас это у нас не просто сувенир, это еще и место, где желание нас загадывать. Мы-то будем загадывать желание потом. Да у нас и так все садим, хорошо. Мы пытаемся один удлинитель в другой соединить, 50-метровый, чтобы забунктировать воду в лодку вот оттуда, из того эллинга. И нам подвозят, подвозят еще 50 метров. Скажи, куда? Вон туда. Вон там, вон там вот наша лодочка стоит. Сейчас вы все увидите. Блин, слушайте, ребята, вот такие вот офигительные места. Я даже, ну, примерно, ну, да, мы в какой-то там шексне. Ну, как бы, а грубо говоря, это, я даже, ну, близко вроде к ехать, славляно. Короче, вот и вот самый прикол, что просто ты видишь офигительное место. Вот какой-то корабль, закат, люди, какая-то приятная территория. Это настолько, блин, круто. Вот просто вот так вот раз, вышел, садишь и кайфуешь. Вот есть, есть кайфовые места. Блин, мне очень хорошо. Ребята, он как бы просто так здесь стоит, он как бы не нужен. Но второй раз за путешествием мы его уже все-таки достали. На всякий случай, чтобы он был под рукой. Потому что мы стоим на стенке, где опять-таки все как гопота ходят вокруг нас. Просто ходят вокруг нас. И на всякий случай мы достали топор. Просто так. Если есть ружье на сцене, значит, оно должно выстрелить. В нашем случае это топор. Но лучше бы, чтобы оно не стреляет. Но он не стреляет. Что, есть к нам следы? Синица в дупле. Не ловит, далеко ушел. Никогда в дупле. Что-то в дупле есть? Первый, первый, высоком. Восход, как закат, но сломка. Волгопалку есть 41, моторные яйца белого. Да, Леон, приветствую вас. Это мы с вами в Рибинске, да? Не удалось пересечься после шлюза. Но зато здесь пересеклись. Приветствую. Да, вам приветствую. Всей команде, трюки, передавайте. В общем, видео. Серега, что делаешь? Собираю слепней с пола. Столько слепней, охигеть просто. И они там полудохлые, выползают на пол. И чтобы их не раздавить, надо ходить и собирать. Да, ребята, мы проехали какое-то мега слепневое место. Смотрите, сколько их. Они нас съедят. Где тебе больше нравится ходить? По рекам или не по рекам? Ну, нет, здесь прикольно. Мне вообще везде нравится ходить. По рекам, наверное, поприкольнее. Здесь же много чего видишь. Но по морю тоже какой-то кайф такой. Горы эти огромные там. Ты же идешь тоже вдоль. А вот далеко, по морям, мне кажется, это не так уж прикольно. Прикольно. Я знаю, что у нас есть пылесос на лодке. Я подумал, что я их запылесошу. Потому что они не ведутся. И я решил, чтобы настало ваше время. Переправа Волков мост. Моторная яхта Леон. Движемся снизу. Далеко километра до вас. Привет, моторная яхта Леон. С праздником вас. Спасибо и вас. С праздником тоже. Сходи. Какой праздник? День России сегодня, ребята. А, с праздником. С праздником. Это шестой шлюз. Река Вытегра. Там дальше впереди. Через пять шлюзов будет город Вытегра. И рейд. Скорее всего, там мы остановимся. А может быть, пройдем и последний шлюз. О, уже 19 часов. Самое время порадовать себя бокальчиком свежего, холодного. Классно. Классно. Смотрите, какие здесь прикольные борта. Видите, пластиковые штучки приделаны. То есть, все остальные борта на стенках, такие, торчащая арматура. Если бетонные, если металлические, тоже все поскрябанные. А здесь, вот такие навьё, приделали пластиковые штучки, которые можно менять, если кто-то там их содрал. Раз, 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 квадратики на четырех болтах. Прикольно. Сколько мы здесь стоим? Два часа нам сказали стоять, поэтому мы думали, что делать. Зарядка? Пробежка? Да не, я думаю, набухаться или поспать. Одно из самых значимых мест в нашей водной теме – это пересечение реки Фонтанки и Невского проспекта. Анечков мост. Очень я его люблю. И здесь все лето прям движуха здесь прям сажают, сажают людей на кораблике. Просто вот так, вот так вот все происходит. Даже вот сейчас, смотрите, хоть и холодно, вот солнечные деньки, все равно народ катается. Хотя уже не так активно, конечно, как летом. Проход судов запрещен. И здесь, и там. Это и надписи, и ей уже больше десяти лет. И просто забыли когда-то во время реконструкции снять. И когда я только-только первый раз на катере один тут катался, первый раз за рулем, мне и так-то все страшно. А тут проход судов запрещен, я вообще не понимал, что делать. Позвонил там дядьке, который дал мне катер, он говорит, да, не бойся, делали реконструкцию 10 лет назад. Просто не сняли таблички. Мы получили бесценный опыт в первом переходе из Санкт-Петербурга в Сочи. И никак его не реализовали. Мы точно так же шли. Ни с кем не договаривались, ни с какими маринами, ни с какими яхт-клубами, где мы будем и когда. Потому что мы сами не знаем. У нас нет четкого прям графика. Мы можем на день позже, на день раньше, на два дня. Мы можем где-то остановиться на два дня, за место одного дня. Поэтому мы не парились. Я не знаю, даже если бы я третий раз пошел, я бы опять, опять бы я не стал заранее обзванивать яхт-клубы. Здравствуйте, мы там с такого-то по такое-то число к вам придем, будет ли у вас место. Да не будет и фиг с ним. Потому что мы всегда можем встать на якорь. И на тузике, на маленьком, приплыть, куда нам надо, в городе. И купить там все, что нам надо, провизию. На самой крайней, короче, встаем на якорь, и все. Это самый главный момент, да? Да. Продумать заправки. Этот список есть у нас, где вообще есть заправки. Есть знающие люди, кому можно позвонить и спросить, где следующая заправка. Но на самом деле мы даже когда туда шли в октябре, мы не сильно парились. Хотя половина заправок была закрыта, все равно нам хватало солярки от заправки до заправки. Друзья, в общем, идем по Волго-Балтийскому каналу. На пятом шлюзе стоим. Стоим вместе с Балтфлотом. Это, значит, корабль, который везет разные груза. Сегодня вот у них залита какая-то жидкость, там, не знаю, нефть, может быть, мазут. И вот видите, фонарики два белый и красный. Это значит, что опасный груз, взрывоопасный. И, собственно говоря, вот об этом все должны знать. Пойдем, возможно, вместе с ним сразу в шлюз. Сейчас ждем, когда все это произойдет. Команда у ребят 13 человек обслуживает всю эту махину. Могут они везти либо вот горюче-смазочные материалы внизу, либо сверху можно загружать щебень. Или вмещается, по-моему, порядка 180 автомобилей сюда. Они стоят на шлюзе. У них стоит там теннисный такой столик, настольный теннис. Рубятся. Но нас не позвали. Говорят, техника безопасности, к сожалению. А мы бы, возможно, их выиграли. А мы хотим телек включить. Только я его когда-то как-то отключил. И забыл, как. А зачем телек? А футбик сегодня? Футбик. Да? Знаешь, кто играет? Сейчас узнаем. Кто играет? Бельгия, Россия. Рома, если ты снимаешь на широкий угол, снимай мне вот так, пожалуйста. Это не широкий угол. Тем более, снимай вот так. Что ты сделал? Антенну. Из проводов. Так у нас все время был телек. Мы могли всю жизнь смотреть весь месяц телек. Понимаешь, что мы 30 дней сегодня едем, как путешествие. Какой телек? Как кто сейчас смотрит телек? Первый день ты включаешь телевизор. Вам сколько лет, парни? Я думал, только бабушки смотрят телевизор. Через гидж. По интернету. Смотрите. Так, смотрим футбол. Ну, говорит. Что ты хотел? В первых матчах ты показываешь. Вообще, в принципе, ряды зрителей. Все, в последний год матчи снимаются по-живому. Не показывают стульчики. Раздок поля, обратите внимание. Ты замечал это вообще? Не, я видел, в последнее время растяжки такие затягивают. Там нарисованы люди. Как будто бы люди сидят. Так, ребята. На моих командирских часах время час сорок пять. Мы проходим сейчас третий шлюз перед городом Витигра. А перед нами идет широкий-широкий кораблик Балдфлот. И он реально остается по метру с каждой стороны. И он еле-еле выходит. Еле-еле заходит. Просто, я не знаю, полкилометра в час, наверное, скоро. И мы возле шлюза номер два хотим встать. На стеночку-то поспать маленько. Что-то мы это... Мы как-то тащимся, заедем, мы уже вымотались. Так, мы расходимся с Балдфлотом. Наконец-то. Прощайте. На всех вокзалах поезда. Что, на якорь, что ли, встать? Ну, давай на рейд встать, на якорь. И что? Или мы подождем в час. Это с... Это же п***. Как бы час с тобой ужинать? Мы сейчас заснем. Время 3 утра. Мы встали на якорь, потому что вымотались. Уже сутки, сутки идем. Прошли четыре шлюза. Осталось два. Но эти четыре шлюза мы проходили... Часов в 10, наверное. С ожиданием. Ужас. С добрым утром. Андрей Голубков. Доброе утро. Извините, что я снова. Перед вами в Неглиже. Димон с утра разбудил. Молодец дежурил. Со шлюзом связался. С утречка. Говорит. Во сколько? Потому что мы где-то в Востоке встали. Со в три, наверное. На якорь? Да. Да, где-то полку четвертого было, так кажется. Штрих полку четвертого. Да. И вот Димон как-то умудрился. Прошелся в 7 утра. Созвониться по рации. Со шлюзом. И ему сказали, маленький, подождите. А в общем, все. Сейчас уже полдевятого. И мы уже в 4. Ребята, так хотели вам показать еще раз Вытигру. Здесь, похоже, уже выходят и туристические пароходы сюда причаливают в этом сезоне. В прошлом-то не причаливали. Конечно, очень хотелось мне выйти. И почему-то он мне так понравился, этот городок. Он такой маленький. Вытигра. И вот это название, оно как-то знакомо мне с детства. Что-то, то ли какие-то друзья отсюда из этой Вытигры, то ли еще что-то. Я хотел вам сейчас летнюю нормальную Вытигру показать. Но ударил, пошел дождик, блин, только вот прямо сейчас. Поэтому гулять мы не пойдем, потому что не хочется мокнуть. Впереди еще один шлюз, а за ним уже Онежское озеро. И прогноз погоды пока хороший, поэтому мы быстренько его проскочим. Смотрите, ребята, очередной раз нас обманывают прогнозы. Мы смотрели с утра по Винди такие с Димоном. Ну что там, все нормально, идем в Онегу. В Онегу, да, он по своим, я по своим посмотрел. Хорошо все. Полчаса назад диспетчер нам передал, в Онежском озере волны от метра до полутора. Мы смотрим боковые и думаем, блин, как мы пойдем сейчас. И такие думаем, ну, блин, может обманывают. И вот мы вышли в Онежское озеро, смотрите. Тише. Техническая стая не принцесса, давай про это поговорим. А, да, вот почему-то странно, я тоже об этом думал. Пока мы туда шли, у нас ничего не ломалось. Из Питера в Сочи. Вообще не было проблем. А обратно, ну, у нас тоже не такие уж прям совсем проблемы-то. Ну, сломался генератор. Ладно, крыльчатка. И то, потому что мы вовремя ее не заменили. Их надо менять там раз в год, крыльчатки эти. А мы забиваем на это болт и меняем только когда она сломается. Вот, крыльчатку поменяли. Что там, ну, туалеты там пару раз ломались. Ну, какая-то такая фигня. Ну, шланги откручивают, там, ну, ослабевают, там, крепление шлангов. Вода там прорывала пару раз воду. Ну, это болер уже от старости у нас прорывается периодически. Там, запаивали мы его. И то, это даже не в походе, это вообще в Сочи было. У нас в походе просто отваливались трубы. Это потому что я плохо сделал. Но, видимо, от вибрации там постоянной она штрахтит. Движки-то два мощных движка, они вибрируют. Весь корпус вибрирует. Ну, отошли трубы. И что там, я залез, прикрутил все назад. Ничего такого прям. Короче, и только серьезных поломок. Да, серьезных поломок не было. Но, слава богу, в яхтах два независимых движка. Даже если один движок бы сломался вообще полностью, мы бы все равно на одном движке доковыляли бы до какого-нибудь яхт-клуба. А то и до Питера. Погода нас сегодня своим разнообразием порадовала. С утра мы встали, солнышко там, все прям хорошо. Отцепились, с якоря снялись. Пошли. Бам, загремело. Тут, там, дождь пофигачил. Блин, мы под дождем там слезуемся. После дождичка получается такая погодка. Я прям кайфанул этот запах после дождя. Птички там распелись. И я такой хожу, хожу. Опять дождь как зарядил. Блин, я специально вымок такой походил. Думаю, ну, кайфово, дождя давно не было. Раз, тут же солнце вышло. Я полностью высох, пригрелся, разделся, начал загорать. Только отходим. И опять гроза. Эти одевают дождевики. Давай плясать тут. Время ужина. Хочешь, хочешь кушать. Но кулинар у нас почему-то рулит сегодня везде. Поэтому сейчас будем по рации запрашивать ужин. Сергей, ну время ужина. Я вас понял. Дорное, что готовят. Все, синицу в дупле. Синицу везде. Сегодня у нас свинина, гречка, гриба. И вторая задача такая. Нет воды, без воды тоже готовится. И вторая задача, как уместить сюда еще и кастрюльку, чтобы смотреть гречку параллельно. В общем, Серожу рулить яхтой. Он заходит в узенький канал. Сравнивает навигационную обстановку с картплотером и с текущей обстановкой. Молодец. Следует указаниям диспетчера. А вообще где мы, что мы? Мы? Это нижний. Верхний свирский. Верхний свирский, да? Даже сверху вниз идем. Верхний свирский шлюз. Один из двух шлюзов на реке Свирь. Мы после него, по идее, должны встать на стояночку. Потому что сейчас уже пол одиннадцатого. И, ну, как бы все. Телевон вверхний свирского. На первой скорости дисциплик, да, всего. Шлюзование готово? Да, на борту проверенные статаны готовы к шлюзованию. Четко. Хорошо, заходим по зеленому. Левый порт, а на столы пятый. Просим вас правым. Правый порт можно скинуть? Можно правый, пятый. Правый, пятый принято. У меня взяла не разобрался. Не до ворота, а до самого Рыма. Как можно поближе, но не ударившись в борт. Постараться. О, 45, 2020 год. Да. А дальше ты должен руль просто выставить прямо. Ну ладно, давай. Тут вообще надо за этим маневром понимать, да. Я уж переживаю. Нормально, я почти дошел. Пацаны, я почти дошел. Почти дошел. Это пять, метод четвертый. Все, уже на ручке, да, туда еще? Все, сюда. Видишь? Все. Короче. Пацаны, ощущение, конечно, классное. Но страшно. Потому что я не понимаю габариты. С машиной я понимаю, я крутанул чуть-чуть, и она вот так поехала. А здесь непонятно. То есть, какая-то задержка руля, еще что-то происходит. Так, подруг? При виде меня даже шлюз. Чемок, где мы? Не знаю, где мы. Какое-то гетто в ебенях. Что-то заброшенное. А мы не хотим, потому что очень узкий канал. Ночевать на якоре так себе история. Нас либо на берег выкидли, либо на судовой ход. Поэтому мы ищем хоть какую-нибудь стеночку, где заночевать. На шлюзе нам на стеночке не дали ночевать. Вот мы нашли просто левую заброшенную стенку у заброшенного какого-то завода. Мы будем здесь ночевать. Все, ребята, кончилась вода. Придется и брать из речки. Раньше-то мы, когда шли в Сочи, мы много раз из реки набирали. А сейчас мы как-то так получилось, что мы из реки-то ни разу и не набирали. Из Альжанилища пару раз наливали. Наливали? Ну помнишь, что там в Сорлянке мы набирали? Два раза, по-моему, даже. Да? Ты забыл? Угу. После Ростова-на-Дону. Так это было давным-давно. Да, ровно еще давно было. Когда это было, я еще маленький был. Слушай, с ночными переходами тоже проблемы были в начале. Сейчас нет. Короче, в начале я вообще охреневал. А они как пошли первый раз ночью, лейтенант Дэн с Демой. Я говорю, да как вы вообще можете идти? Воды не видно. То есть видно один мерцающий огонек вдалеке. Ну, бывает, что пасмурный день, ты не видишь ни неба, ни воды. Вообще ни хрена не видно. Только мерцающий огонек вдалеке. А если еще дождь, ну это вообще жесть. Просто вот как с закрытыми глазами. Едешь и все. И вот мерцающий огонек. Тебе надо ехать на него. Вот такая фигня. Мне очень было страшно. Я вот так стоя рулил вот так в стекло. Говорил Дэну, выключи нафиг компас. Мне не видно ничего вообще. Ну, типа микроподсветка компаса. Он говорит, да отстань ты. Говорит, это все фигня. Что? Я говорю, а вдруг бревно? Мы же ничего не видим. Вдруг рыбак какой-нибудь. Он говорит, это все фигня. А все, ночью мы это не высматриваем. Потому что, ну, невозможно. Не увидишь ни бревна, ни рыбака без подсветки. Ничего не увидишь. Просто едь и расслабься. Вот такая вот там фигня. Буита, слава богу. Стоятная на Волге, да на Дону. Нет, я подвожу к мысли, что когда ты начинаешь правильно читать все эти сигналы огоньки, и когда ты свою, то все становится понятно. Да, сначала вообще, сначала я вообще ничего не понимал. А там была такая развилка два фарватера в одном месте. И просто вот смотришь впереди, и все вот так мерцает. Вот так вот все мерцает. Вот там, 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 везде все мерцает. Хрен его знает, куда ехать. Вообще непонятно. Но тут тебе навигатор в помощь. Ты уже так кое-как сравниваешь эти, ну, мерцания. Понимаешь, а, это, наверное, тот будет. А, не, нифига, это другого фарватера будет. А этот ближе, а этот дальше. Не понимаешь, какой из них ближе, какой дальше. Поначалу я вот помню свои первые дни, когда Дэн с Демой рулили. Дема опыта дофига ночных рулежек. И у Дэна тем более опыта дофига. А я первый раз, я вижу эти мерцающие огни, я вообще не понимаю, куда ехать. Налево, направо, потому что огни и тут мерцают, и там мерцают. Везде мерцает все. И вот только навигатор в помощь, ты смотришь на карту и кое-как пытаешься их сравнить. А потом что-то там один раз посравнивал, другой, третий раз. А потом уже ты нормально все это понимаешь. То есть это вот только тоже с опытом приходит. Ит Noahistan NDK. Да, погнад! Перевешиваем кранцы на левый борт. Что-то цвета какая-то. Странно, почему это они нас поставили вперед и только левым бортом. Непонятно почему, поэтому перевешиваем все кранцы на левый борт. А сзади нас еще фухогруз. Сейчас как нас приходит туда, а ворота-то выше метров на 15. Это нижний свирский шлюф. Сверсть течет оттуда, там был верхний свирский. Это нижний свирский, немножко не доезжая ладейного поля. Диман, последний шлюз. Да, это последний шлюз. Или крайний, как сказал Серега. Это крайний шлюз. Мы привязались, у нас тут миллиметраж сейчас будет. А мы когда ехали, езжали оттуда. Середины деревьев, кажется, если немножечко разгонишься, оно не включится, задний реверс. Ты такой, ты такой, ооо, я как-то... Высоко, говорю. Нам пришлось вешать на нос лодки. У нас же лодка оттуда выпирает чуть-чуть, там, на полметра. Нам пришлось на нос лодки вешать еще кранец дополнительный. Ну, мы так делали, когда шли сюда. Точнее, отсюда, в Сочи. Ну, мы ударились носом. Мы будем говорить об этом? Мы никому обземли. Не мажечко совсем. Это вообще не считается. Не ударились мы, а просто остановились. Коснулись носиком. Сейчас остановились впритык. Блин, да я расстроен. Почему ты говоришь, что я лжа? Я расстроен. Крайний шлюз. Путешествие заканчивается. Мне грустно. Слушай, мне нормально. Мне и радостно, и грустно. Грустно от того, что заканчивается путешествие, но радостно от того, что я в свой любимый Питер приезжаю. У меня ждут там куча друзей, какая-то веселуха. Но хочется мне так, чтобы там, ну, недельку, ну, максимум две и дальше куда-то в новые, новые, новые места. Все, впереди осталось Ладожское озеро, осталось река Свирь и Нева. Да, из Санкт-Петербурга мы будем там, ждите нас. Да, он уже включает. Будут качать с Диманом. Правда? Паромки. Обманываешь? Сереги. Опять обманывает. Что за мост такой? Ладопольский мост. Вот такой вот серьезный, он уезжает вверх до 44 метров в открытом состоянии. В закрытом 17,5. Ну, чтобы большие корабли высокие проходили, здесь проводка, соответственно. Мы это проходим вообще без проблем. От Димана пришла новая путевая информация, что это не ладейное поле, а это другой поселок. Мы не доехали 100 километров. Такое ощущение, что это вообще просто лес какой-то. То же самое, что как мы вот ехали всю дорогу. Ничего нигде не видно, ни домов, ни людей. Там-то они были, а здесь-то их нет. Диман сказал, что все здесь знает, поэтому мы ему доверяем. Сейчас он нас поведет на экскурсию. Вот помнишь, мы видели Сашу из Самары, он боялся шлюзования? А, да. Вот у нас с этим как вообще проблема состоит? Не, ну Саша боялся шлюзования, потому что он не шлюзовался никогда. Ему казалось, что это страшно, может быть там что-то там проблемы какие-то. На самом деле, ну вот один раз с нормальным опытным человеком прошлюзуешься и все, а дальше тебе уже не страшно. Понимаешь, что ничего там страшного такого нету. Как вы, что вы все прошли, нормально? Да, но мы же туда-то шли с лейтенантом Дэном и с Помором, и они научили нас правильно привязываться и все. И научили, там самое главное правильно привязаться, когда закусывает этот Рым, он бывает не опускается вместе с яхтой. Вода уходит, а Рым остается висеть. Веревки, да, у нас было такое не раз. Веревки натягиваются суперсильно, и яхта, грубо говоря, повисает на борту, ну на стене, повисает яхта на своих этих веревках. Так вот, веревки лопаются, либо отрываются прямо эти кнехты от яхты. И надо обязательно вязать такой узел, чтобы ты мог его стравить. Когда ты видишь, что веревки начали натягиваться, чуть-чуть потравливаясь. Поэтому надо обязательно, ну, сидеть там и сторожить, смотреть на этот момент. И не завязывать его суперсильно. Там бывает, что плотно завязываешь, и тогда веревку затягивает, и тебе уже не ослабить ее в такой момент. Мы сначала так и сделали, и вот еле-еле повезло, что смогли ослабить. А потом мы начали другим узлом вязаться, простой восьмеркой, без контр-восьмерки. И все, ты ее спокойненько спускаешь, ну и все. А потом Рим уже отходит и проваливается. Серег, серию пойдем смотреть? Пойдем. Димас, с добрым утром. Ты будешь серию первую смотреть? Да. Да? Прямо сейчас. Сейчас. Ты хочешь потом? Нет, прям сейчас надо включить. Дорогая серия. Мы уже запускаем. Да, вот. Вот тут, смотри. Старт. Жми. Жми. Всё. Ну и все. Прямо сейчас. Давай. Да, вот. Прям место такое, супер узкий канал, такой чик-чик, поворачивает, и дофига-дофига кораблей. Вот подряд в этом канале 7 кораблей. И он рыбаки. Встретилось и куча рыбаков, просто, я не знаю, ну что 50, наверное. Короче, дофига рыбаков, видимо, сегодня и день какой-нибудь хороший, клевый, и выходной сегодня, и вот вечер. Я не знаю, почему, что по вечерам, просто подряд верениться больших кораблей. Это мы выходим в Ладогу. Все, закончилась река Свирь, и мы под Ладожский, ну как подход к фарватеру, к первому бую Ладожскому. Вон рыбаки. Да, рыбаков прям немерено. Вот, ребята, интересный кадр для вас. Рулим, снимаем оттуда, а звук идет. Ахаха, как же так, беспроводной микрофон, это очень прикольно. Все, подходим к приемному бую в Ладожском озере. Нас пугают, что волна, когда мы будем подходить к самому краю, волна будет уже достигать типа метра. А сейчас опять тишь да гладь. Ну вот, непонятно. Надеюсь, что будет хорошо. Так, друзья, сейчас мы находимся где-то на подходе к Ладожскому озеру. Серия номер один канала «На воде» вышла прямо сейчас, она уже на ютюбе. Ну, а мы ее закачали, и прям вот компания вместе с капитанами будем смотреть сейчас ее на нашем телевизоре. Ну, а Сергей немножко занят, он все еще за штурвалом, поэтому мы сейчас собрались за столом и будем смотреть. Давай начинать! Серега, оооо, Серега, смотри! Если вы тоже с путешествиями показываете, пишите в комментариях. Серегу и там, и там показывают. А еще люди смотрят тебя сразу в двух местах. Мы выходим в море. Я просто в таком предвкушении этого нового оттягительного перехода. Я уверен, что это путешествия будет в пять раз круче и интереснее. Вот я поехал вот так вот, видите? Вот так вот, по встречке. Это типа разделения, чтобы вы понимали, здесь метров 300, наверное. Да. Вот, и я сейчас поехал вот так вот, чтобы срезать, нам надо сюда. Понятно? Нам надо сюда, потом вообще туда. И я поехал вот так, а Димон сел и говорит, нет, надо было ехать вот так. Зачем ты поехал именно вот так? Зачем? Это же встречка, и это опасно. Я говорю, нет, это не опасно. Он говорит, ну, ты и потом будешь ехать по встречке. Я говорю, да, я буду ехать по встречке. Напишите Сергею в комментариях поучительную историю, чтобы он в следующий раз думал, как обоисть людей. Так, в итоге мы нарушаем правила, идем по встречке. Всего-то. Да, да, да. Мы очень дерзкие. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В общем, я живу в носовой каюте. Сейчас мы вышли на глиссер. Вот так вот мы едем примерно. Соответственно, все волняшки, которые идут, они вот так бьются в нашу каюту. И примерно в области поясницы я чувствую каждую волну. Я, в общем, не только спать не смог. Я много еще вещей, естественно, не смог делать. В туалете был? Вышел. Вот. И есть ноги из тебя. Да. В туалете нормально? В туалете не течет. Вот. Но я решил, что просто попозже немножечко я посплю вечером. Посмотрите, я знаю, что камера никогда не передает волны. И вот вы можете наблюдать иногда такие валюты. То есть представьте, волны разбиваются о нос, и вот здесь вот летит. Наверняка вам видно. Короче, волнишка, волнишка. Было прекрасный закат. Солнышко садилось за эти тучки. Я видел эти брызги волн. Я снимал их там на свою замедленную съемку. То есть тот прям кайф. На самом деле нам осталось 2 часа хода. Ну, скажем так, 60 километров хода. Нам осталось по Ладоге, и все. Ребята, мы в Морозовке. То, откуда мы начинали первый наш день нашего путешествия, прошлого, из Питера в Сочи. По осени, который был. Вот сзади за кормой. Ну, все, я бегу к тебе, друг. В общем, традиционно, купаясь в каждом водоеме, ну, практически в каждом, Олега была, а сегодня Ладога! Слездаю, дурак! Че, как вода? Мокрая, холодная. Ну, покаясь, словно. Холодно? Круто. Но немножко страшно. Чего? Потому что холодно? Нет, потому что ныряешь, и вы вроде бы в одной точке, а потом выныриваешь, и вы в 27 метров, как бля. Ты че без предупреждения прыгаешь? Я даже заснять не успел. Я сам не успел сообразить. Я успел заснять. Диман просто взял и побежал, и вот даже не где-то, с криками, ссорами и в воду. Все, что, смываливай! Спасибо, я все на борту. Все хорошо. Как будто сам искупался, да? Да, да. Нормально. А у нас, видите, постоянно разворачивало, чтобы маневрировать, а они-то купаются. Мне приходилось маневрировать под рулькой, чтобы их там винтами не засосало. Я говорю, предупредите, когда нырнете. Только слышу. И вот он такой, да, да, хорошо. Только слышу. Бултых наш, Дима, без предупреждения пошел. А я сижу там маневрирую. Говню, да? Да. Вот есть буй. Мы знаем, что у этого буй надо повернуть. Вот здесь там, ну, типа, непонятные фонарики были издалека. Вот мы видим один буй. Видите его? О, он все здесь видно. Как его выше сидят от других буйов? Мы берем, нажимаем на него, Бугровский, Бугровский, и пишется White Long Fleshing Light с периодом 6 секунд. Короче, один свет с периодом 6 секунд. И вот, смотрите, мы считаем. Сейчас он загорится еще раз, и мы посчитаем. Раз, два, три, четыре, пять. Загорайся. Значит, это он. Все, мы, значит, понимаем, что это именно этот буй. А если бы стояло много, у них бы были разные периоды у всех. Субтитры сделал DimaTorzok Досматриваем серию. И портовые службы говорят, ладно, прощаем вас, постойте маленько, с 20 причалом, этот причал называется 20, мы вообще ничего не знаем. Полгода назад, когда мы приходили сюда, в город Анапа, мы гуляли вот здесь вот, по той набережной, Время сейчас ночи. Я видел этот порт, я понимал, что может быть сюда... Да они все там алкаши плывут и бухают. Да, это правда. Это так. Это согласно, согласно. Так, выпуск отстой полнейший не соответствует названию ролика, этих унылых персонажей на лодке нужно списывать на берег. Этим кабинетным мальчикам не место в море. Поняли, парни? Там он про кого? Ну, про пацанов? Да, они что-то не особо. Ну, я так думаю, да. А про кого еще? Про тебя что? Что там кабинетного было в ролике-то? Они как-будто сидели... Ну, там написано, типа, блогеры в море, в этом заставка. И я думаю... А, ну это, блядь, это не объективный комментарий. Да это все шляпа. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В отличие от прошлого перехода, в этом переходе я был главный. Конечно, мне не на кого было там особенно положиться и на кого-то свалить вину там заслужившееся. Но поскольку я стал с яхтой-то на ты, поэтому мне... Ну, что-то я не сильно-то волновался. Ну, едешь и едешь, и все. Я понимал, что я могу ее управлять спокойно. Ну, поехали и поехали. Ну, не знаю я. Что-то по этому поводу сказать. Короче, я не парился. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сильно-то, ну, не кипишут, там, ну, минут 20-30. Ну, соберитесь там спокойно. В смысле, я не знаю, можно просто перешвартоваться. Ну, мы сейчас его так и поделим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Просто там дуете, вы куда пойдете? Мы пойдем... В Питер? На Неву, где-нибудь там, еще затусуемся. На острове. На Питер нормально. Я только встал. Короче, чувак сказал, сейчас подошел, говорит, вы охренели здесь стоять, это заправка, так нельзя. Нельзя стоять на заправке. Вы вообще охренели, у нас лицензию отнимал. Да как так вообще? Да вы охренели. Ну... А ну быстро сваливайте отсюда. Блядь, не звучу. Ребята, ну вот то самое место, откуда начинался первый день нашего путешествия из Питера в Сочи. Ровно 8 с половиной месяцев назад. 1 октября 2020 года. И вот сегодня в 12 часов ночи мы прищалили к этой же заправке. И тем завершился как бы круг в видео, когда у нас первый день там начинается. Вчера я был в таких возвышенных чувствах, как бы отсюда стартовали. То есть досюда считается все наше. Нева, мы и так по ней туда-сюда катаемся постоянно там. А вот дальше Невы, это уже вот все, путешествие. И поехала. И поэтому отсюда решено было сделать стартовой точкой. И вот она финишная, значит. Но тоже не настоящая, потому что настоящая в Питере. Через 70 километров. А это вообще само по себе офигительное место, скажу я вам. Вот этот яхт-клуб Морозовки. Вот этот порто-бар. Сюда даже народ просто так приезжает. Это большой ресторан плавучий. Там есть много-много домиков. Там можно домики снимать. Там можно домики снимать. С шикарными видами. Короче, офигенное место. Да, учти, как я шел в самом начале, да? Прошел месяц. Да, теперь вот все нормально. Уже без костыля. И, ну, мало того, без костыля я уже нормально. Дядь, Казахстан. Доправщик, спасибо тебе большое. Не обижайся, что мы без твоего ведома. Но ты мне все показывал в прошлый раз, когда вы взяли. Поэтому я водичку включу, тихонечко смотаю. Все, назад поставлю. Туда, назад встать и в раздрать. О, туда. Я меня сейчас, вот эту жопу туда закину. Меня на этот корабль набросит сразу. Вот этим ветром. Поэтому я буду сейчас здесь как-то разворачиваться. Узкая горячая. Да, вот так. И ветер такой сильный на улице. Прям совсем сильный. С кем связываешься? Диспетчер... Идем в Кошкинском фарматоре. Проходим остров Орешек. Движемся вниз. Я связывался с диспетчером движения. А о чем? Для чего? О том, что мы вышли из яхлуба и идем на Питер. А к нему движемся вниз. Кому надо знать? Ну, шлюзов-то нет. Кому еще надо знать? Диспетчер движения нужно знать. Шлюз-то будет при чем? Диспетчер движения нас контролирует. Вообще все, любое движение по воде. Любое движение по воде. Сейчас вспомнил хороший момент, интересный. Ровно три года назад, вот в этой Морозовке, 9 мая 2018 года, я сел к Андрюхе, нашему Андрею Кузнецову, на катер Дыхание ветра. Первый раз в жизни. И здесь, и мы пошли с ним по этому маршруту. И он меня учил. Давай, Сеня, давай. Вот так рули, вот так держи на буи. И вот я сейчас еду, уже прошло три года, я еду сам за рулем его яхты из Сочи. А три года назад я вообще не знал, что это за кнопочки там. И вот Андрюх мне говорил, да, так, вот так, вот так, вон, смотри, фарватер. Творожок у меня будет сегодня на завтрак со сметанкой. Вообще, мало кто говорил, но завтрак почти у всех, либо творог, либо хлопья. Либо хлопья с творогом. Хлопья с молоком. Ну да. Что такое есть? Что генератор? Не работает. Он после вчерашнего глисера, я так думаю. Поэтому я снимаю такими, какими его есть. Да ладно, вчера два раза не работал. Что, генератор починил? Да, значит, я починил. Ребята, это церковь Александра Невского. И мост через реку Ижора, где все наши парни колпинские. Ну, и не только колпинские, но и наши колпинские ловят рыбу. И батя мой постоянно здесь ловит рыбу. Так что, рыбаки, привет! А вам, колпинские парни, тоже привет. Короче, я Андрюхе сегодня звоню. Говорю, мы завтра будем, все нормально. Он такой, ну, хорошо, хорошо. И сегодня мы решаем, значит, не ставить эту походную баню. Время еще только час дня. Мы раз уже входим в Питер. Я сам сижу и офигеваю. Ну, как бы морально не был готов. И все друзья говорят, там, завтра, завтра. Да, мы тебя встретим, катерами сопроводим. А мы такие раз и приехали в Питер. И я сижу и говорю, ну, надо хоть Андрюхе, что ли, позвонить, чтобы мы приехали. А, алло, Андрей? Слушай, вот реально, езжайте обратно. Вот именно. Езжайте, б***ь. Тут я как-то вами занимаюсь. Разворачиваю лодку. Ездите еще раз на 100, чем, б***ь. Я даже дыхание не спустил вверх. Да, да, даже дыхание не спустил, Гарри. Просто, б***ь. Это просто какой-то ад. Какой-то ад. Короче, сам прикол, что мы уже вообще входим в Питер. Мы возле Рыбацкого. Так вы сказали, баня у вас... Да, да, холодно, и никому не хочется. И нахрен никому эта баня не нужна получилась. И мы такие, блин, что делать? Не, в Рыбацком вставайте, я в клуб, ждите. Вы что, не, фанфары тут как? Фанфары? А что, фанфары будут, да? Ну, давай в клубе встанем. А здесь еще один. Слушай, а справа, что за причал такой красивенький, с арочками? Такими... Не знаешь ты? Пришли мне фотографии. Давай. Последние дни путешествия... А такое двоякое ощущение. Вроде как уже и надоело-то 30 дней, а это уже многовато для путешествия. То есть хочется... Надо путешествия, наверное, делать неделю-две. Были такие ощущения, что вроде как подходит к концу путешествия, вроде как и грустно. И вот этот движ, он затягивает, то есть движение вперед, то есть хочется постоянно двигаться вперед, 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 вперед. И когда останавливаешься и понимаешь, что все, нифига себе, приехали и завтра никуда не поедем, это уже как-то, ну, такое... Да, 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 как-то, блин, что за фигня? Девять месяцев меня не было дома. Просто офигеть. Вот 1 октября мы начали свой путь в Сочи. И вот в начале июня мы вернулись. Да, и все это время, все это время я был на яхте с 1 октября до середины июня. Я хотел кайфовать от самого путешествия. То есть я хотел размеренно. Прошел днем, на следующий день там гуляешь по городу. Потом опять спокойно поспал, проснулся и поехал в другой город. Вот так мне хотелось. А не так, что там погуляли по городу, ага, ночь, ну все, ты давай за руль, мы пошли спать. Спасибо большое, ага. Да, 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 да. Это так мне не хотелось. Поэтому вот часто очень в кадрах мы мелькаем такие с мешками под глазами. Наверное, все думают, что мы бухаем там круглые сутки. Нифига. Единственное желание выспаться. То есть вот, блин, постоянно днем хочется гулять, потом поспал там 4-5 часов и давай за руль. Все остальные спят, да, да, да. Ну и бухаем, конечно, круглые сутки. Да, ну и бухаем тоже. Молодарский мост сверху. Моторная яхта «Леон». А, наконец-то я сказал, это правда. Вот когда мы катаемся по Питеру, мы всегда говорим, кто откуда заходит. Но на больших, если ты занимаешь центральный пролет моста, если ты в боковые идешь, всем пофигу, у каждого свой пролет. А если ты центральный занимаешь, то другие пароходы, они уже тебя ждут там. Или говорят, я там, пропусти меня. Эта фраза означает, что я на большой какой-то яхте. Сверху Володарский мост, это последний мост, это значит, я спускаюсь на большой яхте. И за рулем я. И я докладываюсь, что моторная яхта «Леон» сверху по течению проходит Володарский мост в центральный пролет. Дальше я бы, конечно, с удовольствием бы поехал уже по другому маршруту. На Белое море, по Беломор-каналу. Нифига себе, Беломор-канал, это же круто. Есть еще маршрут через Москву. Да поехать... Или не через Москву. Короче, называется «Малая кругосветка» по Европе. Я бы с удовольствием туда поехал. Через Голландию, по тем каналам. Блин, очень круто. Парни-яхтсмены путешествуют на яхтах. Там микрошлюзы, которые ты сам открываешь, закрываешь. И вот, конечно, вот это я бы с удовольствием, такое путешествие следующее бы себе сделал. Скажи, что у Сереги паника, а он... У Сереги паника, посмотри, что с ним происходит. Кто-нибудь видел вообще его в таком состоянии? Трафик, трафик. Вот, два корабля плывут. А где тут на глиссере пересекает? Иди отсюда, иди отсюда. Чего-чего-чего? Через Сверху, блин, мой девчонки. Скажи, что по рации... Тихо-тихо-тихо. По рации вообще не замолкает. Вообще не замолкает. Никогда. Сейчас, тихо. Дворцовый мост сверху. Моторная яхта в центральной. Мамор, это ты вперед пойдешь? Наш, Серега? Да, он, Мамори, Сина. На чем он? Говорит, Синя, не трогайся. Я вперед тебя пойду. Пропускай его. Я сказал уже, что я иду. Трафомор? Да. Он говорит, Синя, беги, давай, ладно. Это помод. Ха-ха-ха. Порфавор, Синьор Памор. Ха-ха-ха. Видишь, тут особенно ты так не потусуешься. За шампанский бегал. Только его еще нету. Это значит, что он только купил и бежит. Откуда ты? Значит, что он даже побежал. Да, да. Ты нарядился специально для последней швартовки? Ну, я хочу выглядеть прилично, а не как какой-то грязный, вонючий, немытый, невритый обормот. Поэтому я сходил в душ, ну и вроде прилично оделся. Хотя я все равно чувствую себя бомжарой. Ха-ха. Потому что я не стирал вот это все месяц. Но маечка и трусики у меня чистенькие. Все равно все хорошее рано или поздно заканчивается. И это путешествие у нас тоже заканчивается. Ура, 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 уритый, каждый. А так, ребят, дожди. Петр, Петр, как она стоит 300 лет без нас? Стояла, стоит и стоять будет. Неспроста явился сюда. Ведь прослышал царь, что дерзновением своим изволили изумить всех современников. Сие судари. Мы успеем спрыгнуть. Преодолеть взяло много рек, каналов, морей. Да и с самого Сочи добраться до Петербурга. А сие взяло великое дерзновение. Смелостью и храбростью обладать надо, чтобы сие проделать. Лично изволили их поздравлять, обнимать, целовать. В самом центре города Санкт-Петербурга, у памятника Петра Первому. Это вообще просто фешенебельно. Я, честно говоря, хочу у вас получить эмоции, потому что меня-то они переполняют. Синя вообще готов обратно. Это топ. Я смотрел за каждой серией, переживал за Сеню, писал ему слезные сообщения. Конфеты посылал по почте. Ну че, 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 ну здорово, на ноги пират. Здравствуй, Абрюша. Самый главный вопрос. Самый главный вопрос. Вот самый главный вопрос, 100%. Это будет самый главный вопрос, даже мне кажется. Он и для меня интересен. Он будет самый главный для подписчиков. Вы хоть что-то поняли про воду? Я отвечаю первый. Конечно, друзья, у нас был суперкомфортный переход. То есть, если, наверное, если бы мы были на маленькой шлюпке, без еды, где-нибудь в океане, с маленьким парусом, то, вероятно, это были бы совсем другие ощущения. У нас был суперкомфортный переход, благодаря организации Андрея, благодаря команде. Все было суперкруто, но даже при этом, при всем нам удалось получить такую нормальную хватку, скажем, серьезных экспириенсов. Поэтому сейчас можно абсолютно с честной душой, с честной совестью говорить, что мы прошли этот путь, мы сделали, мы сделали это вместе, и это было очень круто. Жалу тебе чин при дворе, государево-морехода. Главная заслуга ваша в том, что не забывайте традиции, мною заложенные. Помню я в веке 18-м старался, чтобы каждый с лодку и спокойно обращался, как и с лошадью. Молодцы, славные гвардейцы 21-го века, что не забыли дело, мною основанное. Короткий, один протяжный. Ура! 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 Знаете, почему леопард и принцесса дошли до точки своей назначения? Каждая лодка была мною окроплена, обмыта перед выходом. Чем только не окроплена. Каждая лодка была обмыта лично мною. Бутылочка шампанского каждый раз пил, поэтому эти лодки дошли, и сейчас давайте вместе с вами наше любимое. Ура! 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 Все, ребята, про фонд Хабенского. Обязательно переходим туда и по возможности, у кого на что есть, по средствам, скажем так, донатим и помогаем всем тем, кому помогает фонд Хабенского. Спасибо большое, что вы нас смотрите. Это был Андрей Кузнецов на воде. Мы встретили «Принцесс-50» здесь, в городе Санкт-Петербурге. Мы два дня будем еще снимать для вас очень много интересного контента. Мы их замучаем, расспросим их обо всем. Это все, Россия! А ты-то дальше что будешь делать? Ну да, получается, что я все, освоил «Принцессу», то есть я теперь уже могу управлять 50-футовой яхтой, и мне хочется расти дальше. У меня есть большое упущение. Много у меня есть знакомых, ребят, яхтсменов, парусных, а я нифига не умею управлять парусами. Ах, ты ж так, что-то там, оверхиль, я это и сейфигни не знаю. А мне хочется, хочется так же путешествовать под парусами, потому что там какой-то отдельный свой кайф. Они прям как начинают рассказывать мне, блин, Сеня, ну ты не понимаешь, это волны, вот по ним скачешь. Они там все мокрые с этими парусами, и они так кайфуют, они там взахлеб друг с другом все это обсуждают. И мне хочется понимать, почему это так происходит. Мне тоже хочется, блин, раз они так кайфуют, значит, это, наверное, действительно очень прикольная тема. И дальше я хочу вот пойти учиться на паруса, получить яхтенные права и международные, и российские, чтобы дальше покорять уже моря под парусами. Потому что там нет звука движка, там есть только шум воды, ветра. Мне кажется, тоже это очень-очень кайфово. Продолжение следует... Продолжение следует...